МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами Любовь Мишакова. В ближайшие 10 минут о главных событиях города и области. Смотрите в заключительном информационном выпуске. Итоговая сессия Десногорского горсовета. Результаты работы медико-санитарной части. Отчетный концерт в музыкальной школе. Баскетбольный турнир среди мужских команд. А теперь об этих и других событиях подробнее. Смоленская область одной из первых перейдет на новую систему обращения с коммунальными отходами. Об этом заявил губернатор по итогам заседания Госсовета 27 декабря. Улучшение экологии должно привести к общему улучшению качества жизни. Российские законодатели уже ввели жесткие нормы утилизации и обезвреживания коммунальных отходов. Теперь время за регионами. Смоленская областная дума на последнем в этом году заседании приняла бюджет региона на 2017 год. Формирование главного финансового документа проходило в сложных условиях и под жестким контролем Минфина. Предполагается ввести с 1 января наступающего года критерии нуждаемости установления выплат. Тем не менее, все меры социальной поддержки, предоставляемые в предыдущие годы, сохранятся. Десногорские депутаты 29 декабря также собрались на итоговую 36-ю сессию. На повестку дня было вынесено 8 вопросов. О том, какие решения приняты, расскажем прямо сейчас. В этот день первым и самым важным был рассмотрен вопрос о принятии главного финансового документа нашего муниципального образования. Местный бюджет 2017 года, как мы уже сообщали ранее, несет социальную направленность. Его доход составит более 450 миллионов рублей, при том, что расходы составят более 470 миллионов рублей, при этом дефицит более 20 миллионов. Также рассмотрен и утвержден объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2017, 2018 и 2019 года. Он составит более 1 миллиона на каждый год. Бюджет был принят большинством голосов депутатов, подписан обеими сторонами муниципальной власти и передан для публикации в средства массовой информации. Подробнее со всеми принятыми на последнем в этом году заседании депутатов решениями можно ознакомиться на официальном сайте Десногорского городского совета. В целях повышения уровня и качества жизни работников производственной и бюджетной сферы нашей области 28 декабря было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией региона, Смоленским объединением профсоюзов и Научно-промышленным союзом. Соглашение будет действовать с 2017 по 2019 годы. Соответствующая церемония подписания прошла в областной администрации. В этом году в медсанчасти 135 сменился руководитель. Обязанности главного врача исполняет Алексей Азаренков. Что изменилось и каковы результаты, узнаете из нашего сюжета. К завершению 2016 года новым главным врачом уже решен ряд важных вопросов. Отделения реанимации и анестезиологии укомплектованы профессиональными кадрами, а с помощью Федерального медико-биологического агентства учреждение пополнено новым оборудованием. Были выделены средства в размере 15 миллионов рублей и закуплено агентством оборудования. Все это оборудование предназначено для отделения реанимации, оперблока хирургического, оперблока роддома. Поэтому оборудование все на сегодняшний момент поставлено, все подключено, все запущено в работу. Поэтому в полной мере сейчас и с Нового года мы сможем оказывать не только экстренную, но и плановую хирургическую помощь. На выделенные деньги удалось отремонтировать и МРТ. В течение нескольких последних дней была отлажена его работа, теперь он работает по направлению, можно будет пройти МРТ в стенах нашего лечебного учреждения. Несмотря на то, что кадровый дефицит в медико-санитарной части номер 135 еще присутствует, по всем основным направлениям удалось подготовить специалистов. Все специалисты по основным направлениям у нас есть, подготовленные, могут выполнять самый широкий спектр оказания медицинских услуг и амбулаторной, и хирургической помощи, родовспоможения. Поэтому надеемся, что в будущем году тенденция на улучшение качества оказания медицинской помощи нашим гражданам будет повышаться. Мы с своей стороны приложим к этому все усилия. Смоленские специалисты Россельхознадзора при проверке партии рогов оленя и лося из Беларуси выявили нарушения. Охотничьи трофеи общим весом 205 килограммов перевозились без необходимых, ветеринарных сопроводительных документов на транспортном средстве, находившемся в неудовлетворительном санитарном состоянии. Груз возвращен на сопредельную территорию. С 30 декабря по 10 января сотрудники полиции будут нести службу в усиленном режиме. Планируется, что всего по области пройдет около тысячи массовых мероприятий. Порядок в новогодние праздники будут обеспечивать более трех тысяч силовиков. В музыкальной школе нашего города состоялся отчетный концерт учащихся и преподавателей. Это большой праздник для коллектива ДМШ и всего Десногорска. Подробности в нашем сюжете. Отчетные концерты в музыкальной школе имени Глинки проходят два раза в год. Как правило, это происходит в преддверии Нового года и в конце учебного в мае. Прошедший отчетный концерт посвящен не только итогам полугодия, но и волшебному новогоднему празднику. Его так и назвали «Новогоднее настроение». Мне очень хочется поздравить всех наших учеников, их родителей. Очень хочется поздравить своих коллег с наступающим Новым годом. Мне хочется пожелать всем, прежде всего, крепкого здоровья. Крепкого здоровья самим, своим родным, близким. На отчетном концерте в составе больших коллективов выступили все отделения школы. Оркестр струнных инструментов, оркестр русских народных инструментов, ансамбль баянов, старшие и младшие группы хореографических и фольклорных коллективов. Вечный творческий поиск и стремление вперед – таков девиз преподавателей и обучающихся музыкальной школы имени Глинки. В этом убедились все зрители отчетного концерта. Продажа красивых автомобильных номеров может быть официально легализована в России уже в 2017 году. Реализовывать их будут на специальных аукционах. Соответствующий законопроект, несенный в парламент еще в 2011 году, сейчас активно дорабатывается и может быть принят Госдумой на весенней сессии. Правила проведения аукциона будет разрабатывать Минэкономразвитие, но только после вступления закона в силу. Сенатор от Смоленской области Франц Клинцевич в прямом эфире Первого канала вывел из студии украинского политолога, отказавшегося почтить память жертв авиакатастрофы у Черноморского побережья. Выпуск программы «Время покажет» от 27 декабря был посвящен отношениям России и Украины. Ведущий Артем Шейнин пожал вернувшемуся Клинцевичу руку. Приготовить салат Оливье на новогодний стол обойдется смолянам в среднем в 229 рублей. Самый бюджетный вариант можно приготовить в Республике Мордовия – 183 рубля. А вот в Чукотском автономном округе Оливье – настоящая роскошь. На него придется потратить почти 527 рублей. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Десна» прошел третий традиционный кубок Смоленской области по баскетболу среди мужских команд. Подробности далее. За кубок Смоленской области боролись пять команд. Четыре из областного центра, техстрой, Покровский паровоз, СмолГУ, Заднепровье и одна десногорская команда «Динамо-Росатом». Соревнования очень хорошие, потому что помимо спортивного результата мы имеем возможность поздравить ведущих баскетболистов Смоленской области с Новым годом, отметить какие-то результаты. То есть все это выливается в очень хороший баскетбольный праздник. В составе судейской коллегии были судьи всероссийской категории, обслуживающие игры Суперлиги, ведущие судьи Российской Федерации Игорь Фомин из Москвы и Иван Бахтеев из Калуги. Турнир получился зрелищным и интересным. Команды показали высокий уровень игры «Азарт» и спортивное мастерство. Итогом упорной борьбы стала безоговорочная победа десногорских баскетболистов. Организаторы турнира планируют в следующем году увеличить количество спортивных команд и вовлечь по возможности все районы Смоленщины. Цифры из года в год по количеству участников у нас будут расти, и мы готовы проводить турнир даже не двухдневный. При необходимости мы и три, и четыре дня проведем. Все условия для этого у нас есть, а самое главное – есть желание развивать этот увлекательный вид спорта, поддерживать его. И вовлекать наших десногорцев в здоровый образ жизни. По итогам соревнований Андрей Хохлов удостоен звания «Самый полезный игрок турнира», а Александр Фомин стал самым результативным игроком. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Телеканал Десна ТВ поздравляет своих зрителей с Новым Годом! От души желаем вам хороших и добрых новостей, которые вы всегда можете найти на нашем сайте. DesnaDefisTV.ru Счастья, мира, добра и любви! До встречи в 2017 году! Субтитры создавал DimaTorzok